Телеканал КРТ представляет Цена на медикаменты европейская цена, оборудование европейская цена, электроэнергия европейская цена, а то и выше. За счет экономии на зарплате, нельзя экономить на зарплате медицинских сотрудников, особенно когда мы говорим о любом уровне медицинской помощи, потому что и семейный врач, если ему заплатят больше в Польше, туда уедет и уезжает. И хороший хирург найдет себе всегда работу в Европе. Нам внушали, что наши врачи никчемные нам, людям. Оказывается, их очень с удовольствием берут немцы на работу. Поэтому, о чем я говорю, что для того, чтобы действительно была реформа, для того, чтобы действительно государство платило больнице конкретные деньги за выполненную работу, для того, чтобы была конкуренция в медицинской сфере, необходимо просчитать, сколько стоит услуга. Какая потребность в этих услугах? Этого не сделано. Наверное, это невыгодно делать, потому что тогда будет видно, сколько нужно денег действительно тратить на здравоохранение и становится прозрачным использование финансов в системе здравоохранения. Наверное, это кому-то невыгодно. Поэтому, на самом деле, я за то, чтобы менять систему финансирования больниц. Я за то, чтобы государство ряд медицинских направлений полностью финансировало. Не может продавать услуги инфекционная клиника, не может продавать услуги скорая помощь, не может продавать услуги психиатрическая клиника. Поэтому, в ходе вот такой не очень продуманной реформы, они могут и пропасть. И откроется тогда неготовность государства к борьбе с эпидемией. Я вот здесь сразу могу поспорить в плане того, что непродуманная медицинская реформа. Я вот почему-то вижу конкретные факты целенаправленного умысла. Причем, знаете, вот в 2019 году, в 2011 месяце внесли поправки в бюджетный кодекс и там четко записали, что из местных бюджетов запрещено финансировать больницы. То есть, это говорит о том, что если запретили сфинансировать с бюджета Украины, альтернативный источник финансирования – это местные бюджеты, которые могут все вот эти самые яркие негативные последствия как-то сгладить. То есть, они могут условно какое-то время, год, два, три, пять, в зависимости от чиновников на местах, они могут держать вот эти больницы более или менее в удобоваримом состоянии. Но, эту поправку внесли и фактически специально обрезали финансирование с местного бюджета. То есть, я, например, вижу здесь конкретно злой умысел, конкретно для просто геноцида украинцев, потому что, ну, как можно так делать и называть это реформами? Я думаю, что это целенаправленный саботаж конкретной группы лиц, которая, ну, явно не хочет ничего хорошего гражданам Украины. Потому что, с логической точки зрения, я не могу это объяснить. Может, вы можете? Ну, на самом деле, если говорить о том, эта группа лиц видит ли что-то хорошее для граждан Украины – правильный вопрос. Но, если говорить о том, что, скажем, существует мнение, что имеет целью закрыть больницы для их приватизации, для бизнеса, то я вас уверяю, что в европейских странах далеко не все медицинские учреждения прибыльные. И люди себе не представляют, что не каждая больница может существовать только потому, что это хороший бизнес. Но каждая больница может существовать, если она нужна людям, если государство понимает и финансирует существование этой клиники. Поэтому, много чего мы можем говорить о теории заговора, да? О том, что мы хотим, чтобы у нас было меньше граждан, то фактически давайте возьмем показатели, сколько стало украинцев, сколько, какая показатель смертности. Будем говорить о том, что у нас большинство, у нас самая большая смертность мужчин трудоспособного возраста 40-50 лет в Европе. Будем говорить о показателях детской смертности, которые уже никто не мониторит. Действительно, на самом деле ситуация с показателями здоровья граждан Украины, с демографической ситуацией катастрофическая. И нельзя думать, что это, наверное, как бы последствия бездумной политики. Возможно, это последствия сэкономить деньги, но те катастрофы, которые вызывают в части самого дорогого, что есть у государства, это народонаселение, потому что самый дорогой ресурс – это люди у каждого государства. Люди и земля. Поэтому те показатели, которые у нас за последние 10 лет, 10-20 год, фактически, если мы сравним 10-20 год, заболеваемость по большинству нозологий, сердечно-сосудистые, инфекционные, неинфекционные, онкология, туберкулез, то они значительно выросли. Если будем говорить о рождаемости населения, опять же, значительное сокращение рождаемости, это показатели, показатели доступности медицинской помощи, доступности родовспоможения, да? На самом деле, если мы говорим, что сегодня уменьшилось обращение за медицинской помощью, мы же понимаем, почему уменьшилось. У людей просто нет денег, они понимают, что придут в больницу, нужно купить лекарство. Я просто к чему веду, что если даже анализировать, то мы сейчас в наши годы, в этой современной нашей, в кавычках, независимости, мы сейчас можем объективно конкурировать даже с этим очень разрекламированным голодом 1932-1933 года. Если брать, сколько тогда было убыль населения и сколько сейчас убыль населения, то там цифры, знаете, уже приближаются примерно к одинаковым. И вот здесь меня, конечно, возникает вопрос, а если видно конкретно невооруженным глазом, к чему ведет эта реформа? Если, например, даже, условно, журналист может элементарно понять, как экономист, как и любой медик, что это ведет к закрытию больниц. У нас далеко не самая лучшая ситуация, опять же, с народонаселением, фактически, мы видим такой экономический геноцид. То почему эту реформу не останавливает? Почему ее не меняют? Я вот сейчас удивлялся, думал, ну неужели при коронавирусе будут закрывать больницы с 1 апреля? Будут. Конкретно лишили инфекционные больницы финансирования с 1 апреля. И там сейчас этим больницам, например, на Героев Сталинграда-16, инфекционная больница, на государственном финансировании была. С 1 апреля они без зарплаты. Им дали подачку на 2 месяца, благотворительная помощь, потому что у них счета арестованы. Это цензурно назвать нельзя. И когда нам, например, там рассказывает Зеленский через свои видеоблоги о том, что друзья, сидите дома, мы тут все силы бросаем на то, чтобы бороться с этой эпидемией. Одной рукой нам показывают, какие они хорошие, а другой рукой они уничтожают больницы. Я этого понять не могу. Может, в медицинской сфере это кто-то понимает? Может, врачи, академики там? Ну кто вообще? Смотрите, это вопрос не только организации здравоохранения. Я хочу тут две вещи рассказать вам. Первая вещь – это система здравоохранения. Это не добрый доктор Айболит, который бегает за пациентом для того, чтобы померить температуру. Я утрирую. Система здравоохранения – это составляющая национальной безопасности, то есть составляющая государства. Если кто-то делает все, чтобы эта составляющая национальной безопасности была слабая, значит, есть такая цель. И это мы много где можем видеть в разных отраслях. Если говорить о реформе как таковой, закрытии больниц, рациональное использование средств, наверное, я бы так однозначно не говорил, что не нужно ничего менять. Нужно менять, нужно делать эффективное использование коек, которые есть, эффективное использование оборудования. И мы не обойдемся, заморозив то, что мы унаследовали из прошлого тысячелетия. Нам нужно развивать здравоохранение. Развивать умно, научно обоснованно. И поэтому, с одной стороны, я говорю, да, нужны изменения в системе здравоохранения. И эта ситуация с вирусом показывает, что абсолютно мы должны развивать систему общественного здравоохранения и тратить на это деньги. Абсолютно мы должны быть честными в отношении с больницей и с медиком, не заставляя их быть коррупционерами, потому что у них мизерные зарплаты. А для этого тоже нужно посчитать, сколько денег будет честно государству тратить из налогов на систему здравоохранения. Но для этого должно быть самое главное. А самое главное, мы должны быть уверены в том, что целью есть качественная система здравоохранения для будущего государства. Сегодня те вопросы, которые вы задаете, абсолютно правильные. И поэтому мы с вами имеем сомнения не в направлении отрасли медицины, а в направлении вообще, что будет с нашим государством завтра. Мы имеем право себе задать вопрос, исходя и из демографических показателей. Мы можем себе задать этот вопрос, скажем, я как моя врачебная специальность, организация и управление здравоохранением. Есть такая врачебная специальность, она равна как терапевтка. Это специальное знание. Я врач высшей категории по организации управления здравоохранением. Я вижу, какие процессы с кадровым обеспечением наших больниц. Сейчас в наших институтах, где было раньше очень престижно работать, не хватает медсестер. Еще чуть-чуть и врачи не смогут делать операции, потому что кадровый голод. К сожалению, нас воспитывали последнее время в том, что у нас плохие врачи, плохие медсестры, плохие ученые в здравоохранении дискредитировали. Так же, как и говорили, что наши милиционеры или полицейские, это чисто коррупционеры, дискредитация. Служители культа дискредитировали, правда же? И что мы имеем? Все составляющие государства так или иначе дискредитированы. Что мы получили? Получили в состоянии реформы везде. А вот эта война, которая называется пандемия, она проявляет те катастрофические явления, которые есть. Сейчас нужна абсолютная воля политиков, управленцев для того, чтобы вырулить систему здравоохранения в этих сложных условиях на этапах непродуманной, ненаучно доказанных подходов к реформированию. То есть, с одной стороны, я говорю, что да, нужно менять. Но, с другой стороны, я говорю, что нужно менять не с целью сэкономить деньги, а с целью сделать качественную, доступную, справедливую медицину, в которой медик не есть заложник принципа «все всем и бесплатно», только неизвестно, за это государство платит или нет. Кто за этот банкет платит. Кто платит.